Здравствуйте, друзья! Мы с вами в городе Сайногорск, Хакасия. По раннейшему названию Юг Краснодарского края, раньше так называлось. И вы на канале, ну еще на других каналах, под названием Садоводство по железу. Вот. Дело в том, что еще вы можете увидеть на сайте, набирайте три слова, сайт Садовода Железова по-русски, в Яндексе, в Гогле, и вы увидите этот фильм и еще тысячи других. Смысл. Итак, длинные сюжеты надоедут или мне, когда давайте короткие. Значит, что там видно на экране? Минус 15. Дальше. Вот это вот, перед вами небольшая рощица. Здесь, прямо куда я показываю, вот от белого столба взять чуть-чуть левее и за ним. Это абрикосовая роща. Абрикосы практически несъедобны, их никто не собирает. Вот. И это наша действительность. С одной стороны, уникальный край, уникальный. Когда абрикосы можно, можно абрикосами можно накормить всю страну, а с другой стороны, примерно вот на этом уровне и остановилось, несъедобные. У меня был уникальный случай, когда года три назад приехал с Новосибирска молодой парень, увлеченный моими же фильмами, рассказами, статьями. Вот. И первые слова были, у меня нет ни копейки. А время абрикоса вышло. Он не знал, что абрикосы, это июль, август. Вот. А был уже конец августа. Чем я мог помочь в то время? Я не продавал еще, я не это, в таком большом количестве. И запасов не было. Я вспомнил про эту рощицу и сказал, пошли. Вы пришли сюда. Но он был на машине, в смысле, приехали. Я ему показал вот эти деревья, сказал, собирай. Вот. Он собрал больше ко мне, не зашел, не заехал, хотя я живу рядом. И с дороги писал СМС-ку. Я собрал 1600 вот этих сгнивших плодов. То есть поездку он оправдал, я считаю. Вот. Если он вырастет эти 1600, ну, допустим, тысячу, и начнет продавать, он подставит огромное количество людей. Если он использует как подвой, вот, может быть, у него получится прекрасная привитая саженца, если он потом достанет еще и эти веточки культурных сортов. Вот. Таких мест, как вот эта рощица, я знаю несколько. И везде несъедобные абрикосы. Возник вопрос, а могут ли вырасти, причем общепринятое мнение, она растиражирована в миллионах экземпляров, статей, где вот, в миллионы просмотров, где сказано, вырастают дикие жердели. Ну, вот представьте себе, он уже несъедобный, вот этот, что я показываю. А что будет дальше? А дальше будет еще несъедобнее. Но садоводство по Железову – это окно в новый мир. Сейчас я об этом говорить не буду, просто у меня точно такие же кусочки по размеру. И название-то тоже – манжурский абрикос. Только они прошли особую подготовку. И они, каждая садзанец из него, сваще вкуснее, крупнее дает плоды, чем родители. Вот. Это факт. У меня каждую неделю проходят вебинары по понедельникам. Вот. Сегодня у нас пятница. Господи, какое число-то. Сейчас я гляну. Сейчас я гляну. 26 ноября, а это получается пятница 26, не, суббота. Значит, 28 у меня будет вебинар. И там я покажу и расскажу как раз о тех… О той практике, которая приводит к чудесам. На этом я с вами пока прощаюсь. Это реальный снимок. Это вам не те сайты, где найдерганы фотографии из интернета. Вот. И еще расскажу. Всегда, когда добываете вы у них на этих сайтах саженцы, задайте пару вопросов. Где ваш сад? Я до сих пор не нашел в нашей стране ничего… Ну, я не беру Крым. И там непонятно. А во всей остальной стране я не нашел ни одного маточного сада персикового, ни одного маточного сада черешнего, ни одного маточного сада с черными абрикосами или 100 граммовыми абрикосами. А картинки такие, что с слюни до пола. И миллиарды рублей вытащены из ваших карманов. Все, друзья, для первого раза это новая форма вот такой вертикальной плоскости. Вот. Это первый такой, как бы сказать, экспресс-фильм. Все, я с вами пока прощаюсь. Таких фильмов будет сотни. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!